Девиз паралимпийских игр – дух в движении. Эти же слова являются лейтмотивом Брестского областного общественного объединения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Шанс», который 12 декабря отметил свой 25-й юбилей. В этот день состоялось чествование лучших спортсменов, тренеров и ветеранов паралимпийского движения. Для организации, подобной нашей, 25 лет – это очень большое достижение, потому что проблем таких организаций хватает, но наш путь был очень яркий, незабываемый, и имена многих наших одноклубников известны во всем мире. У нас очень высоко поднята планка Брестского инваспорта, и те, кто приходят сейчас в клуб, им есть на кого смотреть, к чему стремиться и к кому стремиться. Это очень важно. Клуб «Шанс» был создан в 1989 году с целью развития инваспорта – организации физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов. И на данный момент он является кузницей паралимпийских кадров Брещины, которые входят в Олимпийскую сборную страны. За четверть века здесь вырастили множество знаменитых спортсменов, имена которых уже записаны в летопись различных соревнований и игр. Это и паралимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Леонюк, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Виктор Браченя, первая паралимпийская чемпионка по судьбе и злука Татьяна Гришко и многие другие. Мы были любители спорта. На тот момент в нашей стране не было такого паралимпийского движения. То есть мы создали такую инициативную группу для того, чтобы привлечь инвалидов, чтобы не сидели дома. И тренера города как бы согласились нам помочь. То есть они предоставили нам возможность участвовать в различных секциях. Поздравить юбиляров собралось множество гостей. Это и руководство Управления спорта и туризма Брестского областполкома, представители Национального олимпийского комитета Беларуси Брестской области и, конечно же, те люди, которые на протяжении всех лет и помогают, и поддерживают. Среди давних друзей паралимпийцев и Наталья Ильницкая, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Лагуна». В этот день она также пришла поздравить спортсменов. Сегодня в клубе «Шан» занимается более 150 человек. Все они активные пропагандисты здорового образа жизни и последовательные слогана всех олимпиад «быстрее, выше, сильнее». Конечно, хорошим подспорьем для достижения высоких результатов является и хорошая тренировочная база. На данный момент в республике создаются условия для поддержки развития инваспорта. В республике Беларусь создан центр олимпийской подготовки по паралимпийским видам спорта буквально в этом году. То есть в этом направлении ведется работа. Я думаю, что Республика Беларусь в ближайшее время покажет себя на паралимпийских играх. Анализируя уже имеющиеся достижения участников Брестского областного общественного объединения и физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Шанс», можно сказать, что 25 лет – это только начало. Впереди у брестских паралимпийцев множество новых стартов, среди которых и Олимпийские игры 2016 года в Бразилии. Можно быть уверенным, что копилка спортивных наград бельских спортсменов, конечно же, пополнится.